Здравствуйте! Зимой в одном из видео мы вам показывали, как сохранить понравившийся сорт розы методом зимней прививки. Всю зиму, после того, как мы прививку сделали, у нас подвой находился в тазу, засыпанный влажными опилками в подвале. И вот сегодня начало мая, немножко, правда, с опозданием, но будем высаживать в открытый грунт привитый шиповник. Вот сейчас мы посмотрим, что у нас получилось с зимней прививки. Значит, шиповник, конечно, переросший, так как мы и не собирались делать зимнюю прививку, но просто на день рождения подарили розы и захотелось их сохранить. Так, вот сейчас размотаем пленочку и посмотрим. Ну вот, зеленый, замечательный щиток. Но щитки не все зеленые бывают, бывают и бордовые, в зависимости от сорта розы. Вот, срез беленький. Это стопроцентно, что здесь уже вырастет та роза, которую мы прививали. Конечно, когда мы специально, как бы, готовимся выполнять зимнюю прививку, мы оставляем шиповник. Шиповник хороший, не такой переросший. Ну, это уже так нашли, что было, как говорится. Вот так. А вот здесь два щиточка. Вот срез беленький и два щиточка. Это какая-то почвопокровная роза, а розовая была у нас. И так как сами веточки тоненькие, я вот сделала подвой, толстый. Поэтому два щиточка, вот они, замечательно прижились. Теперь я раскладываю привитый шиповник в выкопанную траншейку. И буду засыпать землю. Теперь я выравниваю подвой. Подсыпаю немножко земельки с этой стороны. Хорошо заливаю водой. Сверху присыпаю сухой землей. Сверху можно замультировать слегка этими же влажными опилочками. Теперь будем хорошо поливать и ждать, когда из почек появятся ростки. А сегодня до свидания, до следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...